Ганс Христиан Андерсон Ганс Христиан 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 перенести тебя на крыльях через море? — Да, возьмите меня с собой, — сказала Элиза. Всю ночь плели они сетку из гибкой ивовой коры и тростника. Большая и прочная вышла сетка. Элиза легла в нее, и чуть взошло солнце. Братья обратились в лебедей, подхватили сетку клювами и взвелись под облака. Высоко-высоко летели лебеди, так что первый корабль, который они увидели, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора, и на нем Элиза увидела гигантские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Целый день летели лебеди, а к вечеру начала собираться буря. Черная туча надвигалась все ближе, облака собрались в грозный свинцовый вал, катившийся по небу. Молнии сверкали одна за другой, лебеди вдруг начали снижаться, да так стремительно, что Элизе показалось, будто они падают. Тут Элиза увидела под собой утес, и вот лебеди ступили на камень, и солнце погасло, словно последняя искра догорающей бумаги. Братья стояли рука об руку вокруг Элизы, и все они едва умещались на утесе. Волны силы ударяли о него и обдавали их брызгами. Небо, не переставая, озаряло смолниями. Каждую минуту гремел гром, но братья и сестра, взявшись за руки, находили друг в друге мужество и утешение. На свете опять стало тихо и ясно. Лебеди с Элизой полетели дальше. К вечеру Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе горную страну, с глыбами сверкающего льда на скалах. А прямо посередине выселся огромный замок с удивительными галереями одна над другой. Внизу под ними колыхались пальмовые рощи и роскошные цветы. Элиза спросила не та ли это страна, куда они держат путь, но лебеди только покачали головами и полетели дальше. Элиза пристальнее вглядывалась в морской туман, поднимающийся над водой. Перед глазами у нее были вечно сменяющиеся образы и картины. Но вот показалась и суша, которой они держали путь. Там выселись чудесные горы с кедровыми лесами, городами и замками. И уже задолго до восхода солнца Элиза сидела на скале перед большой пещерой, словно обвешанной расшитыми зелеными коврами. Так обросла она нежно-зелеными вьющимися растениями. Братья отвели Элизу в спальню, и она сразу задремала. Ей приснилась старушка, которая дала ягод в лесу и рассказала о лебедях в золотых коронах. Она советовала Элизе, как спасти ее братьев от злого заклятия мачий. Девушке нужно было нарвать крапивы, хотя от этого ее руки должны были покрыться волдырями от ожогов, размять ее, чтобы получилось волокно. Из него сплести одиннадцать рубашек с длинными рукавами и набросить их на лебедей. Причем от начала до окончания работы Элиза не должна была произносить ни слова. Старуха строго предупредила, что первое же слово, которое сорвется у нее с языка, как смертоносный кинжал пронзит сердца братьев. Элиза проснулась на рассвете, и рядом с нею лежала крапива, точь в точь, как та, которую она видела во сне. Элиза вышла из пещеры и принялась за работу. Своими нежными руками рвала она злую жгучую крапиву, и руки ее покрывались волдырями. Но она с радостью терпела боль, только бы спасти милых братьев. Босыми ногами она разминала крапиву и прила зеленые нити. Но вот зашло солнце, вернулись братья, и испугались, увидев, что сестра их стала немой. Это не иначе, как новое колдовство злой мачехи, решили они. Но взглянули братья на ее руки и поняли, что она задумала ради их спасения. Заплакал младший из братьев, и там, куда падали его слезы, боль утихала, и жгучие волдыри исчезали. Всю ночь и весь следующий день провела Элиза за работой. Одна рубашка была уже готова, и она принялась за другую. Как вдруг недалеко затрубили охотничьи рога. Испугалась Элиза. А звуки все приближались и приближались. Раздался лай собак. Убежала в пещеру Элиза, связала в пучок собранную ею крапиву и села на него. Не прошло нескольких минут, как у пещеры собрались все охотники. Самый красивый среди них был король той страны. Он подошел к Элизе и спросил, как она здесь оказалась. Но Элиза только головой покачала в ответ и спрятала руки под передник, чтобы король не увидел, какие муки приходится ей терпеть. А король решил забрать ее из пещеры. Они сели на коня и поскакали в его дворец. В высоких мраморных залах там журчали фонтаны, а стены и потолки были расписаны красивыми картинами. Но ни на что не смотрела Элиза, а только плакала и тосковала. Ее нарядили в роскошное платье, и король повел девушку через благоухающие сады в свои палаты. Но в глазах ее стояла печаль. Вот открыл король дверь в маленькую комнатку рядом с ее спальней. Комнатка была увешана дорогими зелеными коврами и напоминала пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала вязанка крапивного волокна, а под потолком висела склетенная Элизой рубашка. Все это, как диковинку, захватил с собой из лесу один из охотников. Увидела Элиза дорогую ее сердцу работу и заулыбалась. Она подумала о спасении братьев и поцеловала королю руку, а тот прижал ее к сердцу. На другой день сыграли свадьбу. А уста Элизы были по-прежнему замкнуты. Одно единственное слово могло стоить братьям жизни. Но в глазах ее светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. Ах, если бы только можно было довериться ему, поведать ему свою муку. Но она должна была молчать. Вот почему по ночам она тихонько уходила из королевской опочивальни в свою потайную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку за другой. Однако, когда она принялась за седьмую, у нее кончилось волокно. Найти нужную ей крапиву, знала она, можно только на кладбище. Отважная девушка пробралась лунной ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели безобразные ведьмы и таращились на нее злыми глазами. Но она набрала крапивы и вернулась обратно во дворец. Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее. Это министр. Он с самого начала не взлюбил Элизу, утверждая, что она ведьма, потому-то и сумела околдовать короля. Утром он рассказал повелителю о том, что видел и что подозревал. Две тяжелые слезы скатились по щекам короля, и сомнение закралось в его сердце. Ночью он притворился, будто спит, а сам увидел, как Элиза встала и скрылась из-за почивальни. Так повторялась каждую ночь. И каждую ночь он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потайной комнате. День и до дня все мрачнело и мрачнел король. Элиза видела это, но не понимала, почему. Ничего, скоро конец ее работе. Не доставала всего лишь одной рубашки. И тут у нее опять кончилось волокно. Последний раз нужно было сходить на кладбище и нарвать крапивы. Со страхом думала она о безлюдном кладбище и об ужасных ведьмах. Но решимость ее была непоколебима. И Элиза пошла. Но король с министром пошли за ней следом. Они увидели, как девушка скрылась за кладбищенскими воротами. А когда подошли к воротам, увидели ведьм на могильных плитах. И король повернул назад. «Пусть судит ее народ!» Сказал он. И народ присудил. Сжечь ее на костре. Из роскошных королевских палат Элизу отвели в мрачное сырое подземелье с решеткой на окне. Вместо подушки ей дали вязанку, набранную ею на кладбище крапиву. А жгучие рубашки должны были служить ей ложам. Элиза вновь принялась за работу. Под вечер у решетки раздался шум лебединых крыльев. Это отыскал сестру младшей из братьев. И она заплакала от радости. Хотя и знала, что жить ей осталось, быть может, всего одну ночь. Зато работа ее была почти закончена. И братья были тут. Всю ночь плела Элиза последнюю рубашку. Чтобы хоть немного помочь ей, мыши, бегавшие по подземелью, приносили к ее ногам стебли крапивы. А у решетки окна сел дрозд. И всю ночь подбодрял ее своей веселой песней. Едва расцвело, народ повалил в город, смотреть, как будут сжигать ведьму. На Элизу накинули балахоны с грубой мешковиной. Ее дивные волосы спадали на плечи. Лицо было бледно. Но даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук свою работу. Вдруг прилетели одиннадцать белых лебедей, сели вокруг нее и захлопали могучими крыльями. Толпа отхлынула. Палач уже схватил Элизу за руку, но она быстро набросила на лебедей крапивные рубашки. И все они превратились в прекрасных принцев. Только у самого младшего вместо одной руки так и осталось крыло. Элиза не успела закончить последнюю рубашку, в ней не доставала одного рукава. Теперь Элиза могла рассказать о своей невиновности. С тех пор они с королем жили долго и счастливо. Братья-грим Горшочек каши Жила-была одна милая девочка. Как-то раз пошла она в лес по грибы по ягоды и встретила там старушку. Она угостила ее ягодами и та сказала, Ты дала мне ягод, а я тоже тебе кое-что подарю. Вот тебе горшочек. Стоит только сказать И раз, и два, и три. Ну-ка, горшочек, вари. И он начнет варить сладкую вкусную кашу. А скажешь ему И раз, и два, и три. Ну-ка, больше не вари. И он перестанет варить. Девочка поблагодарила старушку, взяла горшочек и пошла домой к матери. Обрадовалась мать этому горшочку. Да и как не обрадоваться? Без труда и хлопот Всегда на обед вкусная сладкая каша готова. Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, А мать поставила горшочек перед собой и говорит И раз, и два, и три. Ну-ка, горшочек, вари. И он начал варить. Много каши наварил. Мать поела, сыта стала. А горшочек все варит и варит кашу. Как его остановить? Нужно было сказать И раз, и два, и три. Ну-ка, больше не вари. Да мать позабыла эти слова, А девочки дома не было. Горшочек варит и варит, Варит и варит. Уж вся комната полна каши, Уж и в прихожей каши, И на крыльце каша, И на улице каша, А он все варит и варит. Испугалась мать, Побежала за девочкой, Да не перебраться ей через дорогу, Горячая каша рекой течет. Хорошо, что девочка была Недалеко от дома. Увидела она, что на улице делается, И бегом побежала домой. Кое-как взобралась на крыльчко, Открыла дверь и крикнула, И раз, и два, и три. Ну-ка, больше не вари. И перестал горшочек варить кашу. А наварил он ее столько, Что людям, Кому доводилось бывать в тех местах, Приходилось себе дорогу в каше Проедать. Только никто на это не жаловался. Уж очень вкусная и сладкая была каша. Шарль Перро Подарки феи Жила когда-то на свете вдова, И были у нее две дочери. Старшая была до того похожа на мать, Что смотришь на дочку, А кажется, что видишь перед собой матушку. Надо сказать, что обе были до того Грубы, злы и заносчивы, Что все люди, знакомые и незнакомые, Старались держаться от них подальше. А младшая дочка Была вся в покойного отца. Добрая, приветливая, Да к тому же еще и красавица, Каких мало. Мать без ума любила старшую дочку, Поскольку та была похожа на нее, И терпеть не могла младшую. Она заставляла ее работать с утра до ночи, А кормила на кухне. Кроме всех прочих дел, Младшая дочка должна была два раза в день Ходить к далекому источнику, И приносить оттуда большой, Полный доверху кувшин воды. Как-то раз, когда девушка брала воду, К ней подошла какая-то бедная женщина, И попросила напиться. «Пейте на здоровье, тетушка!» Сказала добрая девушка. Сполоснув поскорее свой кувшин, Она зачеркнула воды В самом глубоком и чистом месте И подала женщине, Придерживая кувшин так, Чтобы было удобнее пить. Женщина отпила несколько глотков воды И сказала, «Я подарю тебе особенный подарок. Теперь каждое слово, Которое ты промолвишь, Упадет с твоих губ Либо цветком, Либо драгоценным камнем. Прощай!» Когда девушка пришла домой, Мать стала бронить ее За то, что она замешкалась у источника. Только девочка начала оправдываться, Как с губ ее упали несколько роз И два крупных алмаза. Мать широко раскрыла глаза от удивления, И девушка не таясь рассказала матери Обо всем, что с ней случилось у источника. А цветы и алмазы Так и сыпались при этом с ее уст. Тогда мать решила послать К источнику и старшую дочку. Девушка нехотя послушалась И двинулась в путь, Не переставая ворчать, Что ей не хочется идти в такую даль. На всякий случай Она захватила с собой серебряный кувшинчик, Самый красивый, какой был у них в доме. Едва успела она подойти к источнику, Как навстречу ей вышла Нарядно одетая дама И попросила глоток воды. Девушка дерзко отказала, Бронясь на каждом слове. Тогда женщина предупредила С нынешнего дня Каждое твое слово, Которое сорвется с губ, Превратится в змею Или жабу. Как только девушка вернулась домой, Мать кинулась к ней навстречу. «Ах, это ты, доченька, ну как?» «А вот так, матушка!» Буркнула в ответ дочка, И в то же мгновение Две гадюки и две жабы Плюхнулись на пол. «Ах, это твоя сестра во всем виновата!» Воскликнула мать И кинулась на младшую дочку с кулаками. Бедняжка в страхе бросилась бежать И укрылась в соседнем лесу. Там и встретил ее плачущую Молодой принц, Сын короля этой страны. Возвращаясь с охоты, Он нашел в чаще прекрасную девушку И расспросил, что с ней случилось. Когда девушка начала свой рассказ, Королевский сын заметил, Что с каждым словом Незнакомка роняет из уст Цветок или алмаз. Он изумился такому чуду. Девушка рассказала ему Всю свою историю, И королевский сын Сразу влюбился в нее. Они отправились во дворец К его отцу и поженились. Ну а старшая сестра С каждым днем становилась Все противнее и несноснее. В конце концов, Даже собственная мать не выдержала И выгнала ее из дома. Шарль Перро Подарки феи Жила когда-то на свете вдова, И были у нее две дочери. Старшая была до того похожа на мать, Что смотришь на дочку, А кажется, что видишь перед собой матушку. Надо сказать, что обе были до того Грубы, злы и заносчивы, Что все люди, знакомые и незнакомые, Старались держаться от них подальше. А младшая дочка Была вся в покойного отца. Добрая, приветливая, Да к тому же еще и красавица, Каких мало. Мать без ума любила старшую дочку, Поскольку та была похожа на нее, И терпеть не могла младшую. Она заставляла ее работать С утра до ночи, А кормила на кухне. Кроме всех прочих дел, Младшая дочка должна была Два раза в день ходить К далекому источнику И приносить оттуда большой, Полный доверху кувшин воды. Как-то раз, когда девушка брала воду, К ней подошла какая-то бедная женщина И попросила напиться. Пейте на здоровье, тетушка, Сказала добрая девушка. Сполоснув поскорее свой кувшин, Она зачеркнула воды В самом глубоком и чистом месте И подала женщине, Придерживая кувшин так, Чтобы было удобнее пить. Женщина отпыла несколько глотков воды И сказала, Я подарю тебе особенный подарок. Теперь каждое слово, Которое ты промолвишь, Упадет с твоих губ Либо цветком, Либо драгоценным камнем. Прощай. Когда девушка пришла домой, Мать стала бронить ее За то, что она замешкалась у источника. Только девочка начала оправдываться, Как с губ ее упали несколько роз И два крупных алмаза. Мать широко раскрыла глаза от удивления. И девушка не таясь рассказала матери Обо всем, что с ней случилось у источника. А цветы и алмазы Так и сыпались при этом с ее уст. Тогда мать решила послать к источнику И старшую дочку. Девушка нехотя послушалась И двинулась в путь, Не переставая ворчать, Что ей не хочется идти в такую даль. На всякий случай Она захватила с собой серебряный кувшинчик, Самый красивый, какой был у них в доме. Едва успела она подойти к источнику, Как навстречу ей вышла нарядно одетая дама И попросила глоток воды. Девушка дерзко отказала, Бронясь на каждом слове. Тогда женщина предупредила, С нынешнего дня Каждое твое слово, Которое сорвется с губ, Превратится в змею Или жабу. Как только девушка вернулась домой, Мать кинулась к ней навстречу. «Ах, это ты, доченька, ну как?» «А вот так, матушка!» Буркнула в ответ дочка, И в то же мгновение Две гадюки и две жабы Плюхнулись на пол. «Ах, это твоя сестра во всем виновата!» Воскликнула мать И кинулась на младшую дочку с кулаками. Бедняжка в страхе бросилась бежать И укрылась в соседнем лесу. Там и встретил ее плачущую Молодой принц, Сын короля этой страны. Возвращаясь с охоты, Вошел в чаще прекрасную девушку И расспросил, что с ней случилось. Когда девушка начала свой рассказ, Королевский сын заметил, Что с каждым словом Незнакомка роняет из уст Цветок или алмаз. Он изумился такому чуду. Девушка рассказала ему Всю свою историю, И королевский сын Сразу влюбился в нее. Они отправились во дворец К его отцу и поженились. Ну а старшая сестра С каждым днем становилась Все противнее и несноснее. В конце концов, Даже собственная мать не выдержала И выгнала ее из дома. Ганс Христиан Андерсон Дюймовочка Жила на свете одна женщина. И не было у нее детей. Как-то пошла она к старой колдуньи И сказала, Не знаешь, Откуда мне взять маленькую девочку? Колдуньи дала ей ячменное зернышко И велела посадить его В цветочный горшок. Женщина пошла домой И сделала все в точности, Как велела колдунья. Только она полила зернышко, Как оно сразу же проросло. Из земли показались Два листочка и нежный стебель. А на стебле появился Большой чудесный тюльпан, Лепестки которого были плотно сжаты. Какой прелестный цветок! Сказала женщина И поцеловала красивые пестрые лепестки. В ту же минуту Сердцевина цветка раскрылась, И внутри его сидела живая девочка. Она была маленькая-маленькая, Ростом всего в дюйм. Поэтому ее так и прозвали Дюймовочка. Колыбельку для дюймовочки Сделали из корлупки грецкого ореха. Вместо простыней туда положили Несколько фиалок, А вместо одеяльца Лепесток розы. Однажды ночью, Когда дюймовочка спала В своей колыбельке, Через открытое окно В комнату пробралась Большая старая жаба, Мокрая и безобразная. С подоконника Она прыгнула на стол И заглянула в скорлупку, Где спала под лепестком розы Дюймовочка. Она схватила Ореховую скорлупку с девочкой И выпрыгнула через сад в окно. Возле сада протекала речка, А под самым ее берегом Было топкое болотце. Здесь-то и проживала Старая жаба со своим сыном. Она решила Женить его на дюймовочке. Сын был тоже Мокрый и безобразный, Как его мамаша. Проснувшись поутру На большом зеленом листе Кувшинки, Бедная дюймовочка Испугалась. Со всех сторон Ее окружала вода, А вдали чуть виднелся берег. Она горько заплакала. Тем временем Старая жаба Готовила домик для молодых, Украшая его Кувшинками и камышом. Когда все было готово, Сладко улыбнувшись, Старая жаба сказала, «Вот мой сынок! Он будет Твоим Мужем!» Затем жабы взяли Скорлупку И поплыли, Чтобы перенести ее В новый домик. А дюймовочка Осталась одна Посреди реки На большом зеленом Листе кувшинки И плакала. Ей вовсе не хотелось Жить у гадкой жабы И выходить замуж За ее противного сына. Маленькие рыбки, Которые плавали под водой, Услыхали, Что сказала старуха жаба. Они решили Помочь дюймовочке. Все собрались У листа кувшинки, На котором сидела девочка, И перегрызлись И белек листа. И вот Лист кувшинки Поплыл по течению. Течение было сильное И лист плыл очень быстро. Теперь-то уж Старая жаба Никак не могла Догнать дюймовочку. Дюймовочка плыла Все дальше и дальше, А маленькие птички, Которые сидели в кустах, Смотрели на нее и пели. Какая миленькая Маленькая девочка! Какая миленькая Маленькая девочка! Легкий белый мотылек Все кружился Над дюймовочкой, И, наконец, Опустился на лист. Уж очень понравилась ему Эта крошечная путешественница. А дюймовочка Сняла свой шелковый пояс, Один конец набросила На мотылька, Другой привязала к листу, И листок поплыл Еще быстрее. В это время Мимо пролетал майский жук. Он увидел дюймовочку, Вхватил ее И унес на дерево. Зеленый лист кувшинки Поплыл дальше И очень скоро Скрылся из виду, А вместе с ним И мотылек, Ведь он был крепко Привязан к листу Шелковым поясом. Тем временем Жук уселся на ветке Большого дерева, Усадил рядом дюймовочку И начал принимать гостей, Других жуков, Которые жили на том же дереве. Жуки с любопытством Разглядывали дюймовочку И в недоумении Разводили крылышками. Она очень похожа на человека, К тому же Некрасивая, Решили, наконец, Все жуки. Теперь майскому жуку, Который принес дюймовочку, Захотелось с ней расстаться. Он слетел с дюймовочкой вниз И посадил ее на ромашку. Все лето Прожила дюймовочка Одна в большом лесу. Она сплела себе Из травы колыбельку И подвесила ее Под большим листом лопуха, Чтобы укрываться От дождя и солнышка. Она ела сладкий Цветочный мед И пила росу, Которую находила Каждое утро на листьях. Так прошло лето, Прошла и осень. Близилась долгая Холодная зима. Птицы улетели, Цветы завяли, А большой лес лопуха, Под которым жила дюймовочка, Пожелтел, засох И свернулся в трубочку. Холод пробирал Дюймовочку насквозь. Ее платьице Все износилось, А она была такая хрупкая. Как тут не замерзнуть? Пошел снег. И каждая снежинка Была для дюймовочки тоже, Что для нас целая лопата снега. Тогда дюймовочка Решила уйти из леса И поискать себе Приют на зиму. Вскоре она добрела До норки полевой мыши. Здесь было тепло, А кладовая была Битком набита хлебными зернами. Дюймовочка остановилась У порога и попросила поесть. Вот уже два дня У нее не было во рту ни крошки. Полевая мышь была Доброй старухой. Она накормила девочку И решила оставить ее жить у себя. Ты мне нравишься, Сказала ей мышь. Оставайся-ка у меня на зиму. Я буду кормить тебя, А ты прибирай хорошенько мой дом. Да рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница. И дюймовочка осталась. Она делала все, Что приказывала ей старая мышь. И жилось ей совсем неплохо В теплой укромной норке. Скоро у нас будут гости, Сказала ей однажды полевая мышь. Придет мой сосед, крот. Он очень богат И живет куда лучше меня. У него большой дом под землей, А шубу он носит такую, Какой ты верно никогда и не видывала Великолепную черную шубу. Выходи, девочка, за него замуж. С ним не пропадешь. Одна беда, он слеп И не разглядит, какая ты хорошенькая. Но дюймовочке вовсе не хотелось Выходить замуж за угрюмого подземного жителя. Вскоре сосед в нарядной шубе из черного бархата В самом деле пришел к ним в гости. Он был мрачный, Терпеть не мог солнце и ругал все цветы. Хозяйка мыши заставила дюймовочку Спеть для дорогого гостя, И девочка волей-неволей спела две песенки. Да так хорошо, что крот пришел в восхищение, Но не сказал ни слова. Он был такой важный, степенный, неразговорчивый. Побывав в гостях у соседки, Крот прорыл под землей длинный коридор От своего дома до самой норки полевой мыши И пригласил старушку вместе с приемной дочкой Прогуляться по этой подземной галереи. Он взял свечку и пошел вперед, освещая дорогу. На полпути дюймовочка увидела мертвую ласточку. Должно быть, бедная птица погибла от холода. Ее крылья были крепко прижаты к телу, Ножки и голова спрятаны в перышке. Дюймовочке стало очень жаль ее. Она нагнулась к ласточке, Раздвинула перышки и поцеловала прямо в закрытые глаза. «Быть может, это та самая ласточка, Которая так чудесно пела летом!» Подумала девочка. «Сколько радости принесла ты мне, милая ласточка!» А крот тем временем проводил домой старуху мыши дюймовочку. Ночью дюймовочке не спалось. Она встала с постели, Сплела из сухих блинок большой ковер И, пробравшись в подземную галерею, Прикрыла им мертвую птичку. Потом она отыскала в кладовую пылевой мыши Теплого пуху, сухого мха И устроила для ласточки что-то вроде гнездышка. Потом она прижалась головой к шелковистым перышкам На груди у птички и вдруг услышала. Она услышала, как бьется в груди ее сердце. Ласточка была не мертвая. Она только окоченела от холода, А теперь согрелась и ожила. На зиму стаи ласточек всегда улетают в теплые края. Осень еще не успела сорвать с деревьев зеленый наряд, А крылатые путницы уже собираются в дальнюю дорогу. Если же какая-нибудь из них отстанет или запоздает, Колючий ветер мигом оледенит ее легкое тело. Она окоченеет, упадет на землю замертво, И ее занесет холодным снегом. Так и случилось с этой ласточкой, Которую отогрела дюймовочка. Когда девочка поняла, что птица жива, Она и обрадовалась, и испугалась. Еще бы! Еще бы не испугаться! Ведь рядом с ней ласточка казалась такой огромной птицей. Но все-таки дюймовочка собралась духом, Потеплее укрыла ласточку своим плетеным ковром, А потом сбегала домой, Принесла листочек мяты, Которым сама укрывалась вместо одеяла, И укутала им голову птицы. Затем она принесла ласточке ячменных зерен И воды в цветочном лепестке. Ласточка попила, поела, А потом рассказала девочке, Как она поранила себе крыло отерновый куст, И не могла улететь вместе с другими ласточками В теплые края. Пришла зима, Стало очень холодно, И она упала на землю. Больше уже ласточка ничего не помнила. Она даже не знала, Как попала сюда, в это подземелье. Всю зиму прожила ласточка в подземной галерее, А дюймовочка тайно ухаживала за ней. Когда настала весна и пригрела солнце, Дюймовочка выпустила ласточку из подземелья. Птичка расправила крылышки, Но прежде чем вылететь, спросила, Не хочет ли дюймовочка выбраться с ней на волю. Пусть сядет к ней на спину, И они полетят вместе в зеленый лес. Но дюймовочке было жалко бросить старую полевую мышь. Она знала, что старушке будет очень скучно без нее, И отказалась. — Ну что ж, прощай, прощай, милая девочка! — Прощебетала ласточка и скрылась в зеленом лесу. А дюймовочка осталась жить в мышиной норе. С каждым днем ей жилось все хуже, все скучнее. Старая мышь не позволяла ей уходить далеко от дома, А поле вокруг норки заросло высокими толстыми колосьями И казалось дюймовочке дремучим лесом. И вот однажды старуха-мышь сказала дюймовочке, Что скоро состоится ее свадьба с кротом, И пора готовить приданное. Теперь дюймовочке пришлось целыми днями прясть пряжу. Старуха-мышь наняла четырех пауков. Они днем и ночью сидели по углам мышиной норки И в тихомолку делали свое дело. Ткали разные ткани и плели кружева из самой тонкой паутины. А слепой крот приходил каждый вечер в гости И болтал о том, что скоро лету будет конец. Солнце перестанет палить землю, И она снова сделается рыхлой и мягкой. Вот тогда-то они и сыграют свадьбу. Но дюймовочка все грустила и плакала. Она совсем не хотела выходить замуж, Да еще за толстого, слепого крота. Каждое утром на восходе солнца И каждый вечер на закате Дюймовочка выходила за порог мышиной норки. Иногда веселый ветер раздвигал верхушки колосьев, И девочке удавалось увидеть кусочек голубого неба. Как хорошо! Как светло тут на воле! Думала дюймовочка. Все вспоминала о ласточке. Ей очень хотелось повидаться с птичкой, Но ласточка не показывалась над полем. Должно быть, она велась и носилась далеко-далеко там, В зеленом лесу над голубой рекой. Наконец, настал день свадьбы, И крот пришел за своей невестой. И вот дюймовочка вышла взглянуть на белый свет В последний раз. Девочка отошла подальше от мышиной норки И протянула руки к солнцу. Взглянув вверх, она увидела ласточку, Которая пролетела над полем. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась. Она опустилась на землю, И дюймовочка плача рассказала своей подруге, Как ей не хочется выходить замуж за старого угрюмого крота И жить с ним глубоко под землей, Куда никогда не заглядывает солнце. «Уже наступает холодная зима», Сказала ласточка. «И я улетаю далеко-далеко в дальние страны. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, Только привяжи себя покрепче поясом, И мы улетим с тобой от гадкого крота. Улетим далеко, за синие моря, В теплые края, Где солнце светит ярче, Где стоит вечное лето И всегда цветут цветы. Полетим со мной, милая крошка. Ты ведь спасла мне жизнь, Когда я замерзала в темной, холодной яме». Обрадованная дюймовочка согласилась. Она села ласточки на спину И крепко привязала себя поясом К самому большому и крепкому перу. Ласточка стрелой взвелась к небу И полетела над темными лесами, Над синими морями И высокими горами, покрытыми снегом. Дюймовочка вся зарылась В теплые перья ласточки И высунула только голову, Чтобы любоваться прекрасными местами, Над которыми они пролетали. Вот, наконец, и теплые края. Здесь сияло яркое солнце В ярко-синем небе, А вдоль изгороди Велся кудрявый зеленый виноград. В рощах поспевали диковинные плоды, А по дорожкам бегали веселые дети И ловили больших пестрых бабочек. На берегу прозрачного голубого озера Посреди раскидистых деревьев Стоял длинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы Обвивали его высокие колонны, А наверху, под крышей, Лепились птичьи гнезда. «Вот мой дом», — сказала ласточка. «А ты выбери себе Самый красивый цветок. Я посажу тебя в его чашечку, И ты отлично заживешь». Дюймовочка обрадовалась И выбрала самый красивый, Крупный белоснежный цветок. В чашечке цветка Оказался маленький человечек. За плечами у него дрожали Легкие крылышки. На голове блестела Маленькая золотая корона. А ростом он был Не больше нашей дюймовочки. Это был король эльфов. Как же он обрадовался, Когда увидел дюймовочку. Они в тот же день сыграли свадьбу. Вокруг них Кружились многочисленные эльфы В веселом хороводе И напевали свадебные песни. Среди подарков Дюймовочка нашла Пару легких крылышек. Она надела их И смогла теперь тоже Летать с цветка на цветок, Как все эльфы. Шарль Перро Золушка Давным-давно Жила-была одна счастливая семья. Отец, мать И их единственная дочка, Которую родители очень любили. Жили они беззаботно и радостно, До тех пор, пока их мама не заболела И не умерла. Вскоре отец девочки женился на другой женщине, Вдове с двумя дочерями. С первого дня мачеха Возненавидела свою падчерицу. Она заставляла ее делать Всю самую грязную И самую тяжелую работу в доме, Не давая ни минуты покоя. Девочка всегда была выпачкана В зале и пыли. Вскоре все, даже отец, Стали называть ее Золушкой. Сводные сестры Золушки Были злыми и воршливыми, Как и их мать. Завидуя красоте девушки, Они заставляли ее прислуживать им И все время придирались. Однажды по округе Разнесся слух, Что в королевском дворце Будет бал. Ну, мои дорогие, Сказала мачеха Своим некрасивым дочкам. Мы едем на бал. И я уверена, Что одна из вас Обязательно понравится принцу, И он захочет жениться на ней. Сестры обрадовались И принялись наряжаться. Наконец вечером Они уселись в карету И поехали во дворец. Но перед отъездом Мачеха строго наказала Золушке Переделать множество трудной работы. Золушка осталась одна И расплакалась от обиды и отчаяния. Все девушки развлекаются Сегодня на балу во дворце. А она сидит здесь Одна в лохмотьях, Одна одинешенька. Вдруг Комната озарилась светом И появилась добрая фея С хрустальной палочкой в руке. Не печалься, Золушка, Сказала она. Я помогу твоей беде. С этими словами Она начала махать палочкой И все дела, Которые мачеха наказала Переделать Золушке, Переделались сами собой. Потом фея Коснулась волшебной палочкой Бедного платья Золушки И оно превратилось В роскошное Золотистое Бальное платье Расшитое Жемчужинами А на ногах Появились Бархатные туфельки. Не хватает только Кучера и кареты Бархатные туфельки. Бархатные туфельки Вошла в бальный зал Золушка неожиданно Прекратила танцевать, Вырвалась от принца И выбежала из дворца. У крыльца Одна из туфелек Слетела с ее ноги. Золушка Поехала домой, А опечаленный принц Так и остался Стоять на ступеньках. Он не успел Догнать девушку. Юноша уже собрался Уходить, Как вдруг Заметил что-то внизу. Это была туфелька, Которая потеряла Прекрасная незнакомка. Юноша осторожно Поднял ее И прижал к груди. Он найдет Таинственную принцессу, Даже если ему Придется искать Ее всю жизнь. Мачеха И сводные сестры Вернулись с Бала В скверном настроении И не переставая обсуждали, Что принц Даже не взглянул В их сторону. Вскоре по всей округе Разнесся слух, Что принц Ищет ту самую Таинственную красавицу По всему королевству. Стало известно, Что он обещал Жениться на той девушке, Которой бархатная Туфелька Придется в пору. В скором времени Принц со своей свитой Пожаловал в дом, Где жила Золушка. Сводные сестры Бросились примерять туфельку, Но маленькая туфелька Ни за что Не хотела налезать На их большие ноги. Принц уже хотел уйти, Когда вдруг Отец Золушки сказал, Подождите, Ваше высочество, У меня есть Еще одна дочка. Мачеха стала злиться, Не позволяя Приглашать Золушку, Но принц сказал, В моем королевстве Каждая девушка Обязана Примерить туфельку. Золушка Вошла в комнату, Сняла грубый башмак И без труда Надела туфельку На свою изящную ножку. Та пришлась Ей в самый раз. Принц Внимательно Посмотрел в глаза Девушке в лохмотьях И узнал ее. Так ты и есть Моя прекрасная незнакомка. Мачеха и ее дочки Чуть не лопнули От злости. Принц тут же Женился на Золушке И устроил пышную свадьбу. Во дворце был дан Великолепный бал, На котором Золушка Была в восхитительном наряде И танцевала с принцем До самой полуночи И даже дольше. Ведь теперь чары Доброй феи Уже были не нужны. И все жили долго И счастливо Кроме злой мачехи И ее завистливых дочек Которые не могли Смириться со счастьем Золушки И от черной зависти Тяжело заболели И вскоре умерли. Братья Гримм Белоснежка И семь гномов Жили-были Король с королевой Однажды у них родилась Прелестная доченька Белая, как снег Румяная, как вишенка С прекрасными Черными волосами И была за свою белизну Названа Белоснежкой Вскоре королева-мать Умерла Через некоторое время Король снова женился Его новая жена Была красивой Но очень злой Женщиной Дни напролет Она проводила перед зеркалом Спрашивая у него Кто красивее всех на свете И зеркальце Неизменно отвечало Что она Самая красивая На свете Между тем Белоснежка Подрастала И красота Девочки Расцветала С каждым днем Вскоре На вопрос о том Кто прекраснее всех На свете Зеркальце Стало отвечать Жене короля Что прекраснее всего На свете Ее падчерица Белоснежка Разгневанная королева Вызвала к себе Придворного охотника Приказала ему Отвезти Белоснежку В лес И убить ее Охотник Отвел девочку В лес Но сердце Его дрогнуло Он не мог Убить Это прекрасное Доверчивое Создание Охотник Отважился Рассказать Белоснежке Правду О коварных Замыслах Мачехи И посоветовал Не возвращаться Домой Белоснежка Горько Расплакалась Она не знала Куда ей идти И что делать Тем временем Наступила Ночь Белоснежке Стало еще страшнее И она зарыдала Еще горше А потом Обесселев Прилегла на траву И уснула На утро Когда встало солнце Она заметила Просвет Между деревьями Девочка подошла И увидела Поляну На которой Стоял Маленький Домик Он был Словно Игрушечный Белоснежка Подбежала К двери И постучала Но никто Не ответил ей Она решила Что дома Никого нет И вошла Оглядевшись Она заметила Низенький Стол И стулья А поднявшись В спальню Обнаружила Семь кроваток Все вещи Были разбросаны Как попало Белоснежка Подумала Что в домике Живут маленькие Неаккуратные Человечки Она принялась Наводить порядок А потом Приготовила обед С непривычки Она сильно устала И зайдя в спальню Легла поперек Трех кроваток И заснула Тем временем В домик Вернулись хозяева Семеро гномов Каждое утро Они отправлялись На работу А вечером Возвращались Домой Усталые Голодные Поэтому У них Никогда Не было Времени На уборку Гномы С удивлением Обнаружили Порядок В доме Горячий Обед На плите И Прехорошенькую Девочку Которая Сладко Спала На их Кроватках Они Не стали Ее Будить А принялись Ужинать В столовой Когда девочка Проснулась Она услышала Голоса Из столовой Пришла Туда И увидела Гномов Гномы Тепло и доброжелательно Поздоровались С ней Она Села За стол И поведала Им Свою Историю Глубоко Тронутые Они Предложили Девочке Остаться Жить В их Маленьком Домике И Та С радостью Согласилась Каждое Утро Гномы Шли На работу А когда Возвращались Белоснежка Встречала Горячим Ужином И В доме Теперь Всегда Был Порядок Гномы Понимали Что Злая Мачеха Очень Скоро Узнает О том Что Белоснежка Не уныла И Непременно Захочет С ней Разделаться Поэтому Перед Уходом На работу В свою Шахту Где Не Добывали Алмазы Гномы Не Забывали Напоминать Ей Об Осторожности А Жестокая Мачеха И Вправду Очень Скоро Узнала Что Белоснежка Жива И Здорово Зеркальце Сообщило Ей Что Девочка Счастлива Живет В лесном Домике У Семи Гномов Злодейка Пришла В ярость И Стала Думать Как Незамеченной Пробраться К домику Гномов И Убедить Белоснежку Впустить Ее Она Владела Приемами Колдовства И Решила Предстать Перед Белоснежкой В облике Славной Старушки Торгующей Яблоками Королева Явилась К девочке Днем Когда Гномов Не Было И Предложила Попробовать Чудесное Румяное Яблоко Та Не Смогла Устоять Перед Соблазном Взяла У Старушки Яблоко И Тут Же Надкусила Его Увы Яблоко Было Отравлено Едва Белоснежка Проглотила Маленький Кусочек Она Тут Же Упала Замертво На землю Злая Мачеха Рассмеялась Довольная С собой Поспешила Прочь Пока Не Вернулись Гномы Гномы Вечером Вернувшись Домой Нашли Белоснежку Распростертой На полу И Бездыханной Сначала Они Решили Что Девочка Просто Уснула Гномам Казалось Что Вот Вот Она Откроет Глаза И Встанет Они Звали Белоснежку Тормошили Ее Наконец Человечки Поняли Что Девочка Мертва И Перенесли Ее На Пышное Ложе Под Деревом На Берегу Реки В Это Время Мимо Проезжал Прекрасный Принц Он Увидел Красавицу Спящую Под Деревом Среди Цветов И Спросил Отчего Гномы Так Горько Плачут Человечки Рассказали Ему Печальную Историю Белоснежки Пораженные Ее Красотой Он Не Удержался И Поцеловал Девочку И Тут Произошло Чудо Белоснежка Вдруг Вздохнула И Открыла Глаза Улыбаясь Прекрасному Принцу А Потом Приподнялась Со Своего Ложа И Спросила Что Случилось И Кто Этот Пригожий Юноша Ликующие Гномы Не Могли Вымылвить И Слово Они Только Кричали И Прыгали Вокруг Нее Принц Поцеловал Девушке Руку И Рассказав Кто Он Такой Попросил Стать Его Женой Девушка Сразу Согласилась И Вскоре Счастливые Молодожены Отправились В дворец Принца Унося Ганс Христиан Андерсон Русалочка Далеко В море На дне Живет Подводный Народ Это Целая Страна Там Растут Причудливые Деревья И Цветы Плавают Диковинные Рыбы А в Самом Глубоком Месте Стоит Дворец Морского Царя У Него Есть Шесть Внучек Среди Которых Особенно Хороша Младшая Русалочка Она Необыкновенно Красива Но У нее Как И Остальных Ног Не Было А Вместо Них Был Хвост Как У Рыб День День Ской Принцессы Играли В Придворном Саду Кормили С рук Золотистых Рыбок Плавали Среди Огненно Красных И темно Синих Деревьев Ели Плоды Сверкающие Золотом Больше Всего Русалочка Любила Все, что она знала о кораблях и городах О людях и животных Особенно чудесным и удивительным Казалось русалочке то, что цветы на земле пахнут Не то, что здесь, на морском дне Леса там зеленые, а птицы среди ветвей поют так громко и красиво, что просто заслушаешься Когда вам исполнится пятнадцать лет, говорила бабушка, вам дозволят всплывать на поверхность, сидеть в лунном свете на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли Ни одну из сестер не тянула так на поверхность, как русалочку И вот, наконец, настал тот самый день Русалочка всплыла на поверхность и увидела, как солнце село над водой Облака еще отсвечивали розовым и золотым, а в бледно-красном небе уже зажглись ясные вечерние звезды Море было спокойно Неподалеку стоял корабль с парусом На палубе сидели матросы Раздавалась музыка и пение А когда совсем стемнело, корабль светился сотнями разноцветных фонариков Русалочка подплыла прямо, как ну каюты И всякий раз, когда ее приподнимало волной, она могла заглянуть внутрь сквозь прозрачные стекла Там было множество нарядно одетых людей Но красивее всех был молодой принц с большими черными глазами Праздновался его день рождения Оттого-то на корабле и шло такое веселье Матросы плясали на палубе А когда вышел туда молодой принц, в небо взметнулись залпы салюта Русалочка еще долго качалась на волнах И все никак не могла глаз оторвать от корабля и прекрасного принца Внезапно поднялся ветер Надвигалась буря На минуту стало темно, хоть глаз выкали Но вот блеснула молния И русалочка опять увидела, как люди мечутся на корабле Каждый спасался как мог Она искала глазами принца И увидела, как он упал в воду, когда корабль развалился на части Русалочка подхватила юношу и вынесла на береговой утес Вскоре буря стихла От корабля не осталось и щепки Над водой сверкало солнце Принц все еще лежал с закрытыми глазами Но тут появились люди И русалочка отплыла подальше за высокие камни, торчавшие из воды Вскоре к утесу подошла молодая девушка И русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся ей Он был уверен, что это она спасла ему жизнь Русалочке стало очень грустно И она уплыла домой Теперь русалочка стала очень печальной Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря Но она ничего им не рассказала Часто по утрам и вечерам она приплывала к тому месту, где оставила принца Любовалась восходом и закатом солнца Наконец она не выдержала и рассказала обо всем сестрам Одна из них знала о принце Она рассказала русалочке, откуда принц родом и где его королевство Русалочка стала приплывать ко дворцу принца почти каждый вечер Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развивающимися флагами Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки Они рассказывали о нем много хорошего И русалочка радовалась, что спасла ему жизнь Все больше и больше русалочка начинала любить людей Все сильнее тянуло ее к ним Их земной мир казался ей куда интереснее, чем ее подводный Люди могли переплывать на своих кораблях моря Взбираться на высокие горы выше облаков А их страны с лесами и полями раскинулись так широко, что и глазом не охватишь Ах, я бы все отдала за один день человеческой жизни Предавалась мечтам русалочка И вот она поплыла за советом к морской ведьме Знаю, знаю, зачем ты пришла Сказала русалочке морская ведьма Глупости ты затеваешь Ну да я все-таки помогу тебе Ты хочешь отделаться от своего хвоста И получить вместо него две подпорки, чтобы ходить как люди Хочешь, чтобы юный принц полюбил тебя Ведьма приготовила русалочке специальное питье и сказала Как только ты выпьешь все до капли Твой хвост раздвоится и превратится в пару ног Но тебе будет так больно Как будто тебя пронзят острым мечом Ты сохранишь свою плавную походку Ни одна танцовщица не сравнится с тобой Но помни, ты будешь ступать как по острым ножам И ноги твои будут кровоточить Раз ты примешь человеческий облик Тебе не сделаться вновь русалкой Ты погибнешь в первое утро После женитьбы твоего принца на другой Твое сердце разорвется на части И ты станешь пеной морской Пусть, сказала русалочка и побледнела как смерть А еще ты должна заплатить меня за помощь, сказала ведьма Ты должна отдать свой чудный голос мне А тебе останется твое прелестное лицо Твоя плавная походка и твои говорящие глаза Этого довольно, чтобы покорить твоего принца Затем ведьма отрезала русалке язык И она стала немая Теперь бедняжка не могла больше ни петь, ни говорить После выпитого зелья русалочка не посмела больше вернуться в отцовский дворец И сразу поплыла на поверхность Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца И упала замертво Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце Во всем теле она чувствовала жгучую боль Перед ней стоял прекрасный принц и с удивлением рассматривал ее Она потупилась и увидела, что рыбий хвост исчез А вместо него у нее появились две маленькие беленькие ножки Принц спросил, кто она и как сюда попала Но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-синими глазами Говорить-то ведь она уже не могла Тогда он взял ее за руку и повел во дворец Каждый шаг причинил русалочке такую боль Будто она ступала по острым иголкам Но она терпеливо переносила боль И шла рука об руку с принцем легко, точно по воздуху Русалочку нарядили в шелковое платье И она стала первой красавицей при дворе Но оставалась по-прежнему немой Не могла ни петь, ни говорить Как-то раз в дворце был праздник Все стали петь, а русалочке стало грустно Ведь и она когда-то красиво пела Потом начались танцы под звуки чудеснейшей музыки Тут и русалочка встала на цыпочки и стала танцевать Так, как не танцевал еще никто Каждое движение подчеркивало ее красоту Все были в восхищении, особенно принц И русалочка все танцевала и танцевала Хотя каждый раз, когда ноги ее касались земли Ей было так больно, как будто она ступала по острым ножам После этого праздника принц всегда брал русалочку с собой Они гуляли по благоухающим лесам, где в листве пели птицы А зеленые ветви касались их плеч Они взбирались на высокие горы И хотя из ее ног сочилась кровь, и все видели это Она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые высокие вершины Там они любовались на облака, плывшие у их ног А ночью во дворце у принца, когда все спали Русалочка спускалась к морю Ставила пылающие, как в огне, ноги в холодную воду И думала о родном доме Ее часто навещали сестры, рассказывая, как она всех огорчила А один раз она вдали увидела даже свою старую бабушку Которая много лет не поднималась из воды И самого царя морского с короной на голове Они простирали к ней руки Но не смели подплыть к земле так близко, как ее сестры День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее Но он любил ее только как милое доброе дитя Сделать же ее своей женой и принцессой ему и в голову не приходило А между тем ей надо было стать его женой Иначе если бы он отдал свое сердце и руку другой Она стала бы пеной морской Любишь ли ты меня больше всех на свете? Казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее Да, я люблю тебя, говорил принц У тебя доброе сердце Ты предана мне больше всех И похожа на молодую девушку, которую я видел однажды Я плыл на корабле Корабль затонул, и она спасла мне жизнь Только ее одну в целом мире я мог бы полюбить Дело в том, что принц ведь не знал, что эта русалочка спасла ему жизнь Однажды принц вместе с русалочкой отправился в соседний город навестить местного короля В честь их прибытия в городе зазвонили в колокола С высоких башен раздались звуки медных труб На площадях стояли полки солдат с развивающимися знаменами Во дворце короля начался бал Король вышел, ведя под руку свою дочь Русалочка жадно смотрела на нее И не могла не признать, что лица прекраснее она еще не видала Кожа на лице принцессы была такая нежная А из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза Это ты, сказал принц, ты спасла мне жизнь Теперь мечта принца встретить свою спасительницу сбылась И на другой день молодые сыграли свадьбу В тот же вечер новобрачные отплыли на родину принца Русалочка сидела на корме и грустила Она знала, что один лишь вечер осталось ей пробыть с тем Ради кого она оставила родных и отцовский дом Отдала свой чудный голос и терпела невыносимые мучения Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним Видеть синее море и звездное небо И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры Они были бледны, и их длинные роскошные волосы Не развивались больше по ветру Они были обрезаны Мы отдали наши волосы ведьме Чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти А она дала нам вот этот острый нож Прежде чем зайдет солнце Ты должна вонзить его в сердце принца И когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги Они опять срастутся в рыбий хвост И ты опять станешь русалкой Убей принца и вернись к нам С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море Русалочка вошла в каюту, где спали молодые Она смотрела на принца и нож дрогнул в ее руке Еще минута, и она швырнула его в волны В последний раз взглянула на принца И бросилась с корабля в море Она не чувствовала смерти Она видела ясное солнце и каких-то прозрачных созданий Сотнями кружащих над ней Мы, дочери воздуха, говорили ей воздушные создания Мы бываем повсюду и всем стараемся приносить радость Летим с нами в заоблачный мир Там ты обретешь любовь и счастье, каких не нашла на земле И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу И взмыла в облака Ганс Христиан Андерсон Принцесса на горошине Жил-был принц Он хотел взять себе в жены принцессу Да только самую, что ни на есть, настоящую принцессу Он объехал весь свет, искал такую девушку Да повсюду было что-то не то Принцесс было полно А вот настоящие ли они Этого он никак не мог распознать до конца Всегда находилось что-то, что мешало назвать избранницу принцессой Он вернулся домой и очень горевал Уж так ему хотелось настоящую принцессу Как-то к вечеру разыгралась страшная буря Сверкала молния, гремел гром Дождь лил, как из ведра Ужасный разгол стихии Вдруг в городские ворота постучали И старый король пошел отворять У ворот стояла принцесса Ах, на кого она была похожа от дождя и непогоды Вода стекала с ее волос и платья прямо в башмаки Бедняжка просилась переночевать и говорила, что она настоящая принцесса Старая королева во что бы то ни стало решила разузнать правду Она пошла в спальню, сняла с кровати все перины и подушки и положила на доски горошину А потом взяла двадцать перин и положила их на горошину А на перинах еще двадцать подушек из гагачьего пуха На этой постели и уложили спать принцессу Утром ее спросили, как ей спалось Ах, ужасно плохо, отвечала принцесса Я всю ночь не сомкнула глаз У меня была такая жесткая постель Я лежала на чем-то твердом И теперь все тело у меня в синяках Это просто ужасно Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса Еще бы! Она почувствовала горошину через двадцать перин и двадцать подушек из гагачьего пуха Такой нежной может быть только самая настоящая принцесса Принц взял ее в жены Ведь теперь-то он знал, что берет за себя настоящую принцессу А горошина попала в музей, где ее можно видеть и поныне Шарль Перро Красная шапочка Жила-была одна милая маленькая девочка Однажды мама сшила ей красную шапочку И вскоре все, даже мама и бабушка, стали звать девочку красной шапочкой Бабушка красной шапочки жила на другой стороне леса Через который к ее домику вела длинная извилистая тропинка Каждую неделю красная шапочка вместе с матерью навещали бабушку И приносили ей корзинку с гостинцами Бабушка очень любила свою прелестную внучку И каждый раз с нетерпением ожидала ее сидя у окошка И едва завидев радостно махала рукой Но вот однажды бабушка заболела И нужно было срочно отнести ей лекарство и корзинку с пирожками Мама красной шапочки была очень занята и не могла сама навестить бабушку Тогда она отправила к ней красную шапочку Предупредив, что в их краях водится серый злой волк Красная шапочка послушно взяла корзинку и вышла из дома Шагая по лесной дорожке, девочка любовалась очень красивыми цветами Слушала пение птиц Вдруг она увидела спелую землянику И тут же бросилась собирать спелые сладкие ягоды Она так увлеклась, что сама того не замечая Забрела в глубокую лесную чащу «Здравствуй, девочка!» Услышала она вдруг за спиной Красная шапочка обернулась И увидела лохматое, но выглядевшее вполне добродушное существо «Ой, как вы меня напугали! А я уж думала, что вы и есть тот самый страшный волк!» «Хм, какой же я волк! Я всего лишь скромный лесной обитатель! А ты куда идешь с этой корзинкой?» «Я очень спешу к своей бабушке Она заболела, и я должна отнести ей лекарства и пирожки» Волк, который задумал съесть девочку Начал расспрашивать ее о том, где живет бабушка И как быстрее пройти к ее дому Рассказав всю волку, Красная шапочка отыскала тропинку И, поязливо оглядываясь по сторонам, зашагала дальше А волк тем временем во весь дух побежал к домику бабушки через лес напрямик Добежав до двери, он постучал три раза Доверчивая старушка открыла дверь Волк ворвался в домик, и прежде чем бабушка успела опомниться, вмиг проглотил ее Потом он нацепил бабушкин чепчик Улегся на ее кровать и натянул по уши одеяло Вскоре к домику подошла Красная шапочка и, ничего не подозревая, постучала в дверь «Бабушка, это я, Красная шапочка! Я принесла тебе лекарства и пирожки» «Дверь открыта!» — прорычал хриплым голосом волк Красная шапочка вошла в дом и, увидев бабушку, очень-очень удивилась «Бабушка, какой у тебя грубый голос!» «Конечно грубый, ведь я больна!» — прохрепел волк «Подойди-ка поближе им» Красная шапочка поставила корзинку с гостинцами на пол и боязливо приблизилась Уж очень странно выглядела сегодня бабушка «Ой, бабушка, какие у тебя большие руки!» Волк поскорее спрятал лохматые лапы под одеяло «Это чтобы покрепче обнять тебя, Красная шапочка! Подойди-ка поближе!» «Но, бабушка, почему у тебя такие большие уши?» «Чтобы лучше слышать тебя, Красная шапочка! Ну, сядь ко мне!» «Ой, бабушка, почему у тебя такие большие глаза?» «Чтобы лучше видеть тебя, Красная шапочка!» — нетерпеливо буркнул волк «Ой, бабушка!» — закричала Красная шапочка пятясь назад «А почему у тебя такие большие зубы?» «Чтобы поскорее съесть тебя!» — прорычал волк, выскочив из-под перины, щелкнул зубами и проглотил девочку вместе с ее Красной шапочкой Потом он улегся обратно в кровать и захрапел К счастью, мимо проходили лесные охотники Они уже издали заметили, что случилось что-то неладное Двери домика были распахнуты настежь, и оттуда доносился громкий храп Охотники подкрались к окну и увидели развалившегося на бабушкиной кровати волка со вздувшимся брюхом Не раздумываясь, мельчаки вбежали в дом И один из них, выхватив из-за пояса охотничий нож, мгновенно распорол волку брюхо Оттуда выскочила Красная шапочка, а за ней бабушка, живые и невредимые Ганс Христиан Андерсон Дикие лебеди В далекой стране жил король Было у него одиннадцать сыновей и одна дочь, и Лиза Одиннадцать братьев-принцев ходили в школу со звездами на груди и саблями у ноги Писали они на золотых досках алмазными грифелями Сразу было видно, что они настоящие принцы А их сестра, Элиза, сидела на роскошной зеркальной скамеечке и рассматривала книжку с картинками Но так хорошо жилось детям недолго Отец их женился на злой королеве И она с самого начала не взлюбила бедных детей На завтрак вместо пирожных и печеных яблок, которые они всегда получали вдоволь Мачеха дала им чайную чашку речного песку Пусть представят себе, что это за угощение Через неделю она отдала Элизу в деревню крестьянам на воспитание А прошло еще немного времени И она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел «Летите на все четыре стороны и заботьтесь о себе сами!» Сказала злая королева «Летите большими птицами без голоса!» Но не стало так, как она хотела Они превратились в одиннадцать прекрасных диких лебедей С криком вылетели из окон дворца и понеслись над парками и лесами А бедняжка Элиза осталась жить в крестьянском доме и играла зеленым листком Других игрушек у нее не было Дни шли за днями, один как другой Когда Элизе минуло пятнадцать лет, ее дослали домой Королева увидела, какая она стала хорошенькая Еще больше возненавидела ее Как-то утром королева подошла к пруду Взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой «Как подойдет Элиза, сядь ей на голову Пусть она станет такой же ленивой, как ты!» «А ты?» «Сядь Элизе на лоб!» Сказала она другой «Пусть она станет такой же безобразной, как ты, чтобы и отец не узнал ее!» «А ты, ляг Элизе на сердце!» Сказала она третьей «Пусть она станет злой и мучается от этого!» Пришла Элиза, разделась и вошла в воду Одна жаба села ей на темя, другая на лоб, третья на грудь Но Элиза была так невинна, что колдовство оказалось против нее бессильным Увидев это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем черной Вымазала ей лицо вонючей мазью, разлохматила волосы Совсем теперь было не узнать хорошенькую Элизу Увидел ее отец, испугался и сказал, что это не его дочь Печально ушла она из дворца и целый день брела по болотам и полям к большому лесу Как только она оказалась в лесу, настала ночь Совсем сбилась с пути Элиза, прилегла на мягкий мох и склонила голову на пень И заснула Ей снились братья, снилось, что они играли все вместе Когда Элиза проснулась, солнце стояло уже высоко Она подошла умыться к ручью и, увидев в воде свое отражение, испугалась Лицо было черное и гадкое Но вот она зачерпнула горстью воды, обмыла лоб и глаза И опять стала красавицей Она напилась из пригоршни, поела диких яблок и побрела дальше И когда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой Тут встретилась ей старушка с корзинкой ягод Старушка дала Элизе горстку ягод, а Элиза спросила, не проезжали ли тут по лесу одиннадцать принцев Нет, отвечала старушка, но вот одиннадцать лебедей в коронах я видела Они плавали тут неподалеку И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала речка Деревья, росшие по ее берегам, тянули друг к другу длинные, покрытые густой листвой ветви И там, где они не могли дотянуться друг до друга, их корни выпирали из земли и, сплетясь ветвями, свисали над водой Элиза простилась со старушкой и пошла вдоль реки, к тому месту, где она впадала в большое море И вот перед девушкой открылось чудесное море На берегу лежало одиннадцать белых лебединых перьев, и Элиза собрала их в пучок А на закате увидела Элиза одиннадцать диких лебедей в золотых коронах Они летели к суше, следуя один за другим Элиза спряталась за кустом Лебеди спустились неподалеку Сбросили перья и превратились в одиннадцать прекрасных принцев Братьев Элизы Громко вскликнула Элиза Сразу узнала их Сердцем почуяла, что это они Хотя братья сильно изменились Она бросилась к ним в объятья, называя их по именам И как же они обрадовались, увидев свою сестрицу, которая так выросла и похорошела И плакали, и смеялись, и Элиза, и ее братья И скоро узнали друг от друга, как жестоко обошлась с ними мачеха Мы, сказал самый старший из братьев Летаем дикими лебедями, пока солнце стоит на небе А когда оно заходит, опять принимаем человеческий образ Вот почему к заходу солнца мы всегда должны быть на суше Случись нам превратиться в людей, когда мы летим под облаками Мы упадем в пучину Живем мы не здесь За морем лежит такая же чудесная страна, как эта Но путь туда далек Приходится лететь через все море А по пути нет ни единого острова, где можно было бы переночевать Только на самой середине из моря торчит одинокий утес И мы можем отдохнуть на нем, тесно прижавшись друг к другу Такой он маленький Там ночуем мы в нашем человеческом обличье Не будь утеса, нам и вовсе не видать бы нашей милой родины Два самых длинных дня в году нам нужно для этого перелет И только раз в году дозволено нам прилететь на родину Мы можем жить здесь 11 дней и летать над этим большим лесом Смотреть на дворец, где мы родились и где живет наш отец Тут нам знаком каждый куст, каждое дерево Тут, как в дни нашего детства, бегают по равнинам дикие лошади А угольщики поют те же песни, под которые мы плясали детьми Тут наша родина, сюда стремимся мы всей душой И здесь-то мы и нашли тебя, дорогая наша сестрица Два дня еще сможем мы пробыть здесь, а затем должны лететь за море в чудесную, но не родную нам страну Как же нам взять тебя с собою? У нас нет ни корабля, ни лодки Так проговорили они всю ночь и задремали лишь на несколько часов А проснулась Елиза от шума лебединых крыльев Братья вновь обратились в птиц, погружили над ней, а потом скрылись из виду Только один из лебедей, самый младший, остался с ней Он положил голову ей на колени, и она гладила его белые перья Весь день провели они вместе, а к вечеру прилетели остальные Когда солнце село, все вновь приняли человеческий облик Завтра мы должны улететь, и сможем вернуться не раньше, чем через год Хватит ли у тебя мужества лететь с нами? Я один могу принести тебя на руках через весь лес Так неужто мы все не сможем перенести тебя на крыльях через море? Да, возьмите меня с собой, сказала Елиза Всю ночь плели они сетку из гибкой ивовой коры и тростника Большая и прочная вышла сетка Елиза легла в нее, и чуть взошло солнце Братья обратились в лебедей, подхватили сетку клювами и взвелись под облака Высоко-высоко летели лебеди, так что первый корабль, который они увидели Показался им плавающей на воде чайкой В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора И на нем Елиза увидела гигантские тени одиннадцати лебедей и свою собственную Целый день летели лебеди, а к вечеру начала собираться буря Черная туча надвигалась все ближе Облака собрались в грозный свинцовый вал, катившийся по небу Молнии сверкали одна за другой Лебеди вдруг начали снижаться, да так стремительно, что Елизе показалось, будто они падают Тут Елиза увидела под собой утес И вот лебеди ступили на камень, и солнце погасло, словно последняя искра загорающей бумаги Братья стояли рука об руку вокруг Елизы, и все они едва умещались на утесе Волны силы ударяли о него и обдавали их брызгами Небо не переставая озарялось молниями Каждую минуту гремел гром, но братья и сестра, взявшись за руки, находились друг в друге Мужество и утешение На свете опять стало тихо и ясно Лебеди с Елизой полетели дальше К вечеру Елизу увидела перед собой как бы плавающую в воздухе горную страну С глыбами сверкающего льда на скалах А прямо посередине выселся огромный замок с удивительными галереями одна над другой Внизу под ними колыхались пальмовые рощи и роскошные цветы Елизу спросила не то ли это страна, куда они держат путь Но лебеди только покачали головами и полетели дальше Елизу пристальнее вглядывалась в морской туман, поднимающийся над водой Перед глазами у нее были вечно сменяющиеся образы и картины Но вот показалась и суша, которой они держали путь Там выселись чудесные горы с кедровыми лесами, городами и замками И уже задолго до восхода солнца Елизу сидела на скале перед большой пещерой Словно обвешанной расшитыми зелеными коврами Так обросла она нежно-зелеными вьющимися растениями Братья отвели Елизу в спальню, и она сразу задремала Ей приснилась старушка, которая дала ягод в лесу И рассказала о лебедях в золотых коронах Она советовала Елизе, как спасти ее братьев от злого заклятия мачий Девушке нужно было нарвать крапивы Хотя от этого ее руки должны были покрыться волдырями от ожогов Размять ее, чтобы получилось волокно Из него сплести одиннадцать рубашек с длинными рукавами И набросить их на лебедей Причем от начала до окончания работы Елизе не должна была произносить ни слова Старуха строго предупредила, что первое же слово, которое сорвется у нее с языка Как смертоносный кинжал пронзит сердца братьев Елизе проснулось на рассвете, и рядом с нею лежала крапива Точь в точь, как та, которую она видела во сне Елизе вышла из пещеры и принялась за работу Своими нежными руками рвала она злую жгучую крапиву И руки ее покрывались волдырями Но она с радостью терпела боль, только бы спасти милых братьев Босыми ногами она разминала крапиву и прила зеленые нити Но вот зашло солнце, вернулись братья И испугались, увидев, что сестра их стала немой Это не иначе, как новое колдовство злой мачехи, решили они Но взглянули братья на ее руки И поняли, что она задумала ради их спасения Заплакал младший из братьев И там, куда падали его слезы Боль утихала, и жгучие волдыри исчезали Всю ночь и весь следующий день провела Елизе за работой Одна рубашка была уже готова, и она принялась за другую Как вдруг недалеко затрубили охотничьи рога Испугалась Елиза А звуки все приближались и приближались Раздался лай собак Убежала в пещеру Елиза, связала в пучок собранную ею крапиву и села на него Не прошло нескольких минут, как у пещеры собрались все охотники Самой красивой среди них был король той страны Он подошел к Елизе и спросил, как она здесь оказалась Но Елиза только головой покачала в ответ и спрятала руки под передник, чтобы король не увидел, какие муки приходится ей терпеть А король решил забрать ее из пещеры Они сели на коня и поскакали в его дворец В высоких мраморных залах там журчали фонтаны, а стены и потолки были расписаны красивыми картинами Но ни на что не смотрела Елиза, а только плакала и тосковала Ее нарядили в роскошное платье, и король повел девушку через благоухающие сады в свои палаты Но в глазах ее стояла печаль Вот открыл король дверь в маленькую комнатку рядом с ее спальней Комнатка была увешана дорогими зелеными коврами и напоминала пещеру, где нашли Елизу На полу лежала вязанка крапивного волокна, а под потолком висела склетенная Елизой рубашка Все это, как диковинку, захватил с собой из лесу один из охотников Увидела Елизу дорогую ее сердцу работу и заулыбалась Она подумала о спасении братьев и поцеловала королю руку А тот прижал ее к сердцу На другой день сыграли свадьбу А уста Елизы были по-прежнему замкнуты Одно единственное слово могло стоить братьям жизни Но в глазах ее светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы порадовать ее С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше Ах, если бы только можно было довериться ему, поведать ему свою муку Но она должна была молчать Вот почему по ночам она тихонько уходила из королевской опочивальни в свою потайную комнатку Похожую на пещеру И плела там одну рубашку за другой Однако, когда она принялась за седьмую У нее кончилось волокно Найти нужную ей крапиву, знала она Можно только на кладбище Отважная девушка Пробралась лунной ночью в сад А оттуда По длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище На широких могильных плитах сидели безобразные ведьмы И таращились на нее злыми глазами Но она набрала крапивы и вернулась обратно во дворец Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее Это министр Он с самого начала не взлюбил Элизу Утверждая, что она ведьма, потому-то и сумела околдовать короля Утром он рассказал повелителю о том, что видел и что подозревал Две тяжелые слезы скатились по щекам короля И сомнение закралось в его сердце Ночью он притворился, будто спит А сам увидел, как Элиза встала и скрылась из-за почивальни Так повторялась каждую ночь И каждую ночь он следил за ней И видел, как она исчезала в своей потайной комнате День и до дня все мрачнело и мрачнел король Элиза видела это, но не понимала, почему Ничего, скоро конец ее работе Недоставала всего лишь одной рубашки И тут у нее опять кончилось волокно Последний раз нужно было сходить на кладбище и нарвать крапивы Со страхом думала она о безлюдном кладбище и об ужасных ведьмах Но решимость ее была непоколебима И Элиза пошла Но король с министром пошли за ней следом Они увидели, как девушка скрылась за кладбищенскими воротами А когда подошли к воротам, увидели ведьм на могильных плитах И король повернул назад Пусть судит ее народ, сказал он И народ присудил Сжечь ее на костре Из роскошных королевских палат Элиза отвели в мрачное сырое подземелье с решеткой на окне Вместо подушки ей дали вязанку, набранную ею на кладбище крапиву А жгучие рубашки должны были служить ей ложем Элиза вновь принялась за работу Под вечер у решетки раздался шум лебединых крыльев Это отыскал сестру младшей из братьев И она заплакала от радости Хотя и знала, что жить ей осталось, быть может, всего одну ночь Зато работа ее была почти закончена И братья были тут Всю ночь плела Элиза последнюю рубашку Чтобы хоть немного помочь ей Мыши, бегавшие по подземелью Приносили к ее ногам стебли крапивы А у решетки окна сел дрозд И всю ночь подбодрял ее своей веселой песней Едва расцвело Народ повалил в город Смотреть, как будут сжигать ведьму На Элизу накинули балахон из грубой мешковины Ее дивные волосы спадали на плечи Лицо было бледно Но даже по дороге к месту казни Не выпускала она из рук свою работу Вдруг прилетели одиннадцать белых лебедей Сели вокруг нее и захлопали могучими крыльями Толпа отхлынула Палач уже схватил Элизу за руку Но она быстро набросила на лебедей крапивные рубашки И все они превратились в прекрасных принцев Только у самого младшего вместо одной руки Так и осталось крыло Элиза не успела закончить последнюю рубашку В ней не доставало одного рукава Теперь Элиза могла рассказать о своей невиновности С тех пор они с королем жили долго и счастливо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok